Сейчас мир действительно обратил большое внимание на то, что произошло в Украине, потому что в Украине реально начался процесс, очень хрупкий пока что, но очень важный, который никто не ожидал. В принципе, все думали, что Украина-то заслуживает поддержки, но последние 23 года так было и так будет продолжаться. Олигархи будут продолжать управлять Украиной, всё будет опять завязано на коррупции, с маленькими нюансами. И вдруг произошёл процесс, начал происходить процесс, который, в принципе, никто не ожидал. И это приятный сюрприз для мира. И, естественно, первая реакция была, может быть, даже испугом. Не вызовет ли это гражданскую войну, какую-то междоусобицу, вооружённые столкновения, потому что очень много говорилось про частные армии, про этот медийный ресурс, то есть политический ресурс ради. Я думаю, что все сдохнулись с облегчением на этом этапе, потому что того худшего сценария, который все ожидали, точно не произошло. Всё пошло намного лучше, чем ожидали, но, конечно, всего лишь мы находимся в начале этого процесса. В этой стране 23 года всё происходило именно так. В этой стране олигархи решали, кто должен быть популярным, кто нет, через свои медиа. Они должны были решать, кто должен быть выдвигаться на выборах, кто нет, кто должен был побеждать, кто нет, кто должен был иметь имущество, кто нет. То есть было два параллельных мира. Каста людей, которые стояли над законом, которые писали, создавали эти законы, в том числе через Раду, где они имели большинство, и все остальные люди, которые подчинялись этим законам. Когда им на этой неделе президент, в первую очередь, и потом остальное правительство, начало объяснять, что вдруг как-то, почему-то, после того, как случился Майдан, кстати, и это уже был второй Майдан в Украине, они, наконец-то, должны жить по законам. Они, наконец-то, все должны быть под законом. Конечно, для многих неожиданно, для меня это оказалось неожиданностью. Но я хочу сказать, что просто я сегодня смотрел состояние коллегии в Министерстве внутренних дел. Мне очень понравилось то, что сказал министр Аваков. Мне понравилось то, что и премьер сказал, поддержал идею, что нужно добавить там ресурсы, дать расследованию. Но когда я увидел этих генералов старых, которые докладывали по образцу пленума 70-х годов прошлого века, как они сейчас должны бороться с проруцией, один к одному. Вот возьмите старые пленумы, один к одному выходят и под нос мычат. Что они должны делать? Уверен, у каждого из них там огромные особняки, там свои дорогие, дорогостоящие мои машины, свои щиты. А у каждого из них, вот как раз, когда они говорят про совок, вот этим совком пользовались эти олигархи. Через этот совок, через эти щупальца они делали все эти дела.